Всем привет, с вами Аурум, и сегодня я приготовил для вас супер-мега-интереснейший видос. Ну вот правда, реально, вот если тебе понравится это видео, ну не поскупись лайкосом, оставь комментарий, подпишись на канал, ну и конечно же, введи код Аурум в игре. Я реально офигел, когда нашел сайт под названием Brawl Time Ninja. Многие из вас уже, скорее всего, знакомы с этим сайтом, но те, кто не знакомы, серьезно, для вас это по-любому будет открытие, и та инфа, которую я сегодня покажу, тоже вам, наверное, понравится. В общем, давайте зайдем сдалека. Задумывались ли вы когда-нибудь, сколько времени тратите на игру Brawl Stars? Лично я играю в игру Brawl Stars где-то с июня 2017 года. Почти 5 лет, ребятки! Я был на глобальном запуске игры Brawl Stars, открыл кучу сундуков, потратил миллион денег, но в то же время соглашусь на основном аккаунте, например, за последний год я играл не так много. Чисто в прошлом январе играл сутками, апнул 40 тысяч кубков, а потом мне стало немножечко скучновато играть на основе, и я вообще почти не играл. И тут, внимание, вопрос. Сколько часов или сколько дней я суммарно играл на своем Аке? Так вот, этот сайт даст нам ответ на этот вопрос. А также мы узнаем, сколько наиграли часов ваши любимые ютуберы, и я составил свой собственный топ. Поэтому смотрим видео до конца, прожимаем лайкосик, подписочку, кодауром, ты знаешь, поехали! Первый ютубер, которого рассмотрим, это Пози. У этого чувака, кажется, подписчиков больше, чем у всех бейсеров вместе взятых. Ну реально, получается, даже если я с Холдиком объединюсь, вот всех наших подписчиков объединить, все равно не получится столько много, как у Пози. Как вы думаете, сколько у него наиграно часов? Учитывая то, что эта игра не его основная. Он снимает много других игр, и, будем справедливы, я сомневаюсь, что он задротит. Ну вот сколько, ребят, сколько? И это, внимание, 217 часов! 217 часов чувак наиграл на своем основном аккаунте, я надеюсь, это основной аккаунт, который называется Под Пупози. Это означает, что он примерно 51 раз разрядил батарею, 897 раз сходил в туалет за это время, и не прочитал 28 книг. Ну, примерно столько можно за 217 часов прочитать. Следующий в нашем топе Робзи. Помню, как сейчас, когда Робзи ворвался в Бравл Старс. Он даже стал основным ютубером, и более того, получил код автора. Да, можете вводить его, но лучше вводите код Аурум. Ну, чисто субъективно, эгоистично, мне будет приятно. Максимальное количество кубков у Робзи 34408. Да, он не задротил с нами в прошлом январе, и не задротит сейчас, когда мы пушим 50 тысяч кубасов. Так сколько же часов он всего мог наиграть? И это 761 час. 761 час наиграл Бравлер под ником Бан Робзи. Да, знаю, не терпится сравнить с другими ютуберами. И следующий в очереди ваш покорный слуга. Не буду тут много рассказывать, вы меня, конечно же, хорошо знаете. Вы знаете, что я ленивый, что на основном аккаунте я играл за этот год очень мало, что сейчас пушу кубасы. На момент записи видео у меня 40605 рекорд на моем аккаунте. И суммарно на этом акке я наиграл 775 часов. Да, кстати, взгляните на вот этот график. 26 января было меньше тридцаточки. Да, сколько? 28. А потом бэм, 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 бэм. Батя в здании. Обидно, что я не прочитал 100 книг за это время. И не услышал 12 с половиной тысяч песен. Следующий гражданин в нашем рейтинге, человек, которого вы очень хорошо знаете. Вы узнаете его из тысячи других человеков. Это, конечно же, Холдик. Тоже не буду тут много рассказывать. У него 963 наигранных часа. Чувак реально на 200 часов больше отыграл, чем я. Хотя, если честно, я думал, будет намного больше. Чего только стоят его вот эти вечные пуши, стримы и так далее. Почему только на 200, не знаю. Но, справедливости ради, этот речь идет только об основном аккаунте. У него куча было проектов, помните, да? А вот сейчас просто взрыв мозга. Этого человека вы знаете? Это Паша Шампанов. Человек, который в свое время придумал все. Иногда мне кажется, что он даже придумал Брол Старс и придумал Холдика. Доказать это невозможно, но если вы у него спросите, я уверен, он подтвердит. И этот чувак наиграл 1195 часов, переплюнув и меня, и Холдика, и Эйбэ, и Пози, и Робзи, и всех. Прикинь, сколько задротит этот чувак втихаря. На данный момент, кстати, у него 44 871 рекорд. И в гонке на 50к, ну, минимум второе место, наверное, он сейчас занимает. Но, может, подожмет Ваню. Еще один участник гонки в 50 тысяч кубасов. Это Арткул. Тема люто отжал просмотры у Холдика. Мы всей страной, да что там страной. Мы всем миром болели за то, когда же он выбьет своего кольтика. Кстати, не знаю, напишите в комментариях, выбил он все-таки пин кольта или нет. Это суперпайт на комменты. Сколько же у него наиграно часов? Барабанная дробь и 1679 часов на основном аккаунте. Боже ты мой. Это больше в два раза, даже больше, чем в два раза, чем наиграл я на основном акке. Боже, Тема. Это реально очень круто. Это респект и уважуха. И на данный момент у него 42 208 кубасов. И он перегоняет даже меня в гонке на 50к кубасов. И последний в нашем топе. Да-да, ребят, вы догадались. Это Петя ММА. Основной аккаунт Нави ММА. Очевидно, что он занимает топ-1 место, как в общем-то по скиллу, так и по времени наигранному на основном аккаунте. Ну просто подумайте, вот просто предположите, сколько он мог наиграть. Вот чисто пофантазируйте. И это 2765 часов, чуваки. Да это почти в два раза больше, чем арткул, а когда арткул в два раза больше, чем я. Но справедливости ради, да, действительно, с Петя Кибер... Кибер просто... Я не знаю, кто Кибер. Да он просто монстр. Кибер-монстр игры Бравл Старс. Поэтому я даже очень сильно не удивлен. На данный момент его рекорд трофеев составляет 51 тысяча. И думаю, когда мы апнем 50, у него уже будет 93. Кстати, на этом сайте есть вообще общие топы по всем игрокам. И обратите внимание, что на первом месте у нас чувак Лэнди, который наиграл 5092 часа. Это почти в два раза больше, чем у Пети. Это просто какой-то жесть. Из русских ников, ну вот Тачича, думаю, что это русский ник, 4157. Макс не уверен, Требор, Айкон, в общем, ну, собственно, я не... А Бобби, ну, дофига играют, но дальше уже ниже четверки. Но 5К это абсолютный рекорд. И, чел, ты красавчик. По трофеям сейчас 57 тысяч у Анкл Кэрри. Ну, собственно, ничего нового. Кубик 54, брат, привет тебе. Победы в 3 на 3. 147 тысяч у Александет. Боже, вот этого человека с таким ником... Боже, мне стыдно. Если это какая-то известная личность, а я его не знаю. Мне очень стыдно, правда, реально. Просто так очень часто бывает. Забейте меня в комментах кирпичами. 110 тысяч. Вот эти два человека. Ну, 147 это просто капец. Это просто какой-то капец. Вот смотри. У Пети ММА, да, сколько? Смотри, смотрим, смотрим. 41 тысяча в 3 на 3. Хотя он катает круглосуточно. Здесь 147. 41. 147. Капец. Это видео меня удивляет прям. Соло шоудаун вин. 22 тысячи винов у чувака. Еще у одного 20 тысяч. Вот такие рекорды. Просто зайдите в профиль и посмотрите, сколько у вас, ребятки. Кстати, знакомый ник. Бист, как он сам говорит. У него... Ну, судя по... Опять же. Судя по рейтингу, реально я других не вижу русскоязычных. Восьмое место в мире и топ-1 СНГ по количеству побед в ШД. Надо догонять, пацаны. Интересный факт. А в ДУО ШД тут даже больше цифры. 32К. 31. 30. Ну что ж, вот и все, ребятки. Вы увидели, сколько играют ваши любимые ютуберы на своих основных аккаунтах. Примечательно, что инфа только по основе. Практически у каждого ютубера с этого списка есть дополнительный акт. И чаще всего он не один. Но основа есть основа. Понравился этот видос? Прожимай лайк. Подписывайся на канал. И код Даурум в игре обязательно вводи. Желаю вам всем здоровья. Слушайтесь маму. Не важно, сколько вам лет. В любом возрасте. Всех обнял. Пока, ребят.